МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовы обмерковывать все спречные питания. Не забыться про профилактику. Эпидемичный уздым захворывания на острые респираторные инфекции шакается наприконцы студеня у початку лютого. Полымя миру эстафета огню до других европейских вольняв стартует про 100 дзен. Пронесут факелы и по территории нашего региона. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Не глядя на зиму, в Гомеле протягиваются капитальные ремонты жилого фонду. По словам будовников, отмолные температуры значного вплива на якость и темпы работ не оказывают. Иншая справа, что жихары этих домов не зауседы докладно ведают, что они отримают в вынику. Миновата, у такой ситуации разбирался Олег Сентюров. Жилый дом по улице Молочука, 41, у Гомеле, был выдаван в 1971 году. Неколи такие проекты были различены на 40 годов эксплуатации. Олег, этот термин явно затягнулся. А тому пройдение капитальных ремонтов в таких домах – житёвая необходность. Напевно, эту ситуацию можно назвать сбегом обставинов. Когда ранее заказчиками работ по капитальным ремонте жилого фонда выступали местовые, коммунальные, жилёвые, ремонтно-эксплуатационные предприемства, то с початку этого года городская ЖКГ на передачу функций спотребився час. А початок, в певный час, спотребивший и на подрыхтовку документации, удержу будь нагляд. Эту затрымку подрядная организация выкористала для уластного обследования дома. Складенная больше 40 годов тому документация не за счёты, отповидая рычаистности. Дом простоял 40 лет. Вот мы сейчас смотрим сети, которые находятся по подвальному, в каком состоянии. Ведь мы же обязаны жильцам не оставить их без горачей воды, без холодной. Мы обязаны, если отключили, значит, в тот же день, к концу дня, и дать горачую воду, канализацию и всё остальное. Это надо обследовать хорошо объект, скомплектоваться. Ну и приступите выполнить работу. Бодай наибольшь значное незадовольнение жахаров дома выкликла проводимая экспертиза межпандельных швов. У некоторых местах её, с оправдой, выкнали невельми якостно. У вынеку чего утворились щелины. Миновито зимы жахары связывают понижение температуры в квартирах и заявления, у некоторых помешканьях в цвеле. Ранее, кажут, ей никогда не было. Наш дом 71-го года, те дома все попозже строились. Их уже отремонтировали, всё сделали. А нам как бы всё никак. До нас всё этот капремонт никак не дойдёт. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы сделали хорошо, красиво. Ну и чтоб нам было тепло. Жахары дома спосыляются надеющие законодавства. Вот по видности, за яким, как минимум за месяц до початка капитального ремонта повинен пройти огульный сход. А выказанные думки и пропоновы повинны быть уличены в проекте ремонтных работ. Заказчик ничего супрось не мая. А лес посыляется на то, что ещё есть широкие пытания, которые необходимо вырошать. Разум с ним, конфликт можно было бы давно сгладить, когда людям просто расслумачили, какие работы проводятся зараз и каким будет кончатковый выник. Теперь, такий огульный сход запланованный на ближайшую пятницу, коммунальники в Вильнюсе подяются. После его проведения спречных пытаний станет меньше. На вопросы жильцов нужно ответить конкретно. Я не могу, проведя собрание, давать расплодчатую информацию. Она должна быть определена, с какого дня будет разрешение, там в паспорте дома. Вот вы видите, ещё паспорта дома нет, потому что нет разрешительных документов, не определён пока технодзор, которые только-только сегодня определили. Вот это ряд организационных вопросов, и не более того. И чтобы не будоражить наших жильцов и не доводить информацию, которая не соответствует, или потом опять собирать собрание, говорят, что уже другой будет кто-то. Вот определимся, я думаю, на этой неделе будет проведено собрание. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Розахворвание на вострые респираторные инфекции у Гомельской области чекается неприканцы студене у початку лютого. Зараз эпидемиологичная ситуация у регионе спокойная, и отповедает минулогоднему аналогичному периоду. Штутыднево за допомогой звертается от 8 до 10 тысяч человек. В 70% случаев это дети в возрасте до 14-ти годов. Для сезона ситуация обычная. В сравнении с 2011 годом уровень захворывания на грипп и вострые респираторные инфекции снизился больше чем на 40%. Вплыв оказала масштабная вакцинация насильництва. В осенью 2018 года супрадь гриппу пришеплено около 40% же хоров в области. Эпидситуация в целом под контролем. Осложнений никаких нет. По выявляемости гриппа фиксируются только на сегодняшний день у нас вирусы парагриппа и единичные случаи гриппа. Ну и если сравнивать регионы республики, то мы на прошлой неделе были по уровню заболеваемости шестые. То есть практически у нас уровень заболеваемости был самый низкий, чем в других регионах республики. На выпадок эпидемичного уздыма в установах Аховы Здоровья распроцованы планы по перепрофиляванию отделению для худкой шпитализации и лечения хворых. У аптеках мается у наявности широкий спектр профилактичных и лечебных препаратов. Медики раець выконвать правила гигиены рук, частей бывать на свежем поветре и меньше у шматлюдных местах, позбегать контакта с засобами, які мают симптомы вострых респираторных инфекций. Эстафета огню до других европейских гульняв стартует про 100 джон. Запалять полемя миру в Риме. На территории нашей страны эстафету первыми примут в Бресте. После чего она пройдет по всех регионах. А 21 червя 2019 года полемя вынесут на церемонию открытия масштабного международного форума. Маршруты эстафеты по территории Гомельской области обмерковали сегодня у Абл-Виканками на рабочей нараде с уделом представников дирекции европейских гульняв. Вядомо, что марафон будет проходить на протягу шести джон по самых знаковых объектах и местах региона. У областном центре пробег будет сопроводжаться урочистой концертной программой. У сего на эстафету отведено 50 джон. Факелоносцами будут 450 человек. Мы постарались отобрать действительно самых достойных, но не только спортсменов. Спортсменов, можно сказать, будет где-то половина. Остальное – это и деятели культуры, науки, искусства, общественные деятели. Так, чтобы это люди были узнаваемые. И мы постарались также соединить известных факелоносцев с их малой родиной. Эстафета должна стать яскравым прологом до других европейских гульнях. В планах организаторов, чтобы как много больше людей отчули принадлежность до масштабного международного спортивного форума. Лепший банк, такси или страховая компания в Гомеле назвали переможцам четвертой народной премии «Любимый город-2018». Что год, ее проводят радиостанции 107,4 FM и первый городский телеканал при поддержке Гомельского гарвы Конкама. На церемонии ознагороджения побывали наши корреспонденты. Урочистость собрала в зале лидеров сферы послуг. За звание лепших все лето змогалось около 50 организаций. Полтора месяца гомельчане голосовали за любимое кафе, ресторан, туристическое агентство, автошколу, салон-прыгажосте и спортивный клуб. Усяго 25 номинаций. Середых, як традиционные, так и новые, які пропонували додать жахары города и бизнес-супольность. Гомельчане в этом году решили узнать, какой же самый любимый учебный центр. У нас не было этой номинации, благодаря нашим радиослушателям, телезрителям она появилась и много других номинаций. Премия уникальна тем, что голосуют действительно гомельчане. Ни на один голос, ни на одну номинацию организаторы повлиять не могут. В этом году пришло ну просто колоссальное количество голосов. Около 17 тысяч голосов мы получили. Премия «Любимый город» набывает новые масштабы. Активное голосование гомельчан – еще одно подтверждение тому. Самая серьезная боротьба за титул, например, разгорнулася в номинации «Любимый научный центр». За каждого из претендентов на перемогу проголосовало около 2000 человек. Огромное спасибо за такой прекрасный конкурс, народная премия. Очень приятно, что гомельчане имеют возможность создать голос не только за образовательный центр, но и за туркомпанию, банк и другие в предприятии сферы услуг. Отдельное спасибо за номинацию в учебный центр образования. Это здорово. Безумовный заповедный диплом и статуэтка свечения по спеховой праце на рынку и признание клиентов. Я выступаю в номинации «Любимая оптика». И мы лучшие, потому что мы предоставляем только качественные услуги на самом высоком профессиональном уровне. Мы занимаемся оптикой уже 17 лет. В конкурсе мы участвуем впервые. Веселее? Ну, потому что мы лучшие. Потому что мы уверены в том, что делаем, потому что мы любим то, что мы делаем, и потому что это наша миссия дарить людям здоровье. Дипломы и статуэтки пирамошцам и пирамошцам и удельникам конкурсу уручали ведомые люди региона. Представники органа улады, культуры и спорту. Сирот гостей так само призеры минулых годов. Когда мы в прошлом году стали победителями в номинации любимое место культурного отдыха гомельчан, конечно, гордость была у всего коллектива. Ну и потом, это классная, отличная реклама для любого учреждения. И вот сегодня будут награждать номинантов. Может быть, и мы что-то новое узнаем, и найдем точки соприкосновения, и будем вместе сотрудничать с разными направлениями. Поэтому конкурс не только рекламный, а конкурс еще дает возможность сотрудничать друг с другом. Подчас конкурсу так само пройшла традиционная доброчинная акция. У минулом годе удельники собрали сродки на набытье мебли для Ветковского районного социально-педагогичного центра. Адрасатам допомоги в этом годе обрали Центр по реабилитации детей с ДЦП «Адаптация». Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокампания «Гомель». Конкурс при Гажосте «Грация и стилю». У першиню у регионі оберуть мисс и мистера Гомельская в область. На заключный кастинг конкурсантов у Центры моды и при Гажосте «Хрустальная нимфа» отправился и наша здимечная группа. Кастинги областного конкурсу мисс и мистер Гомельская в область 2019 почалися на першем тыдне гэтага года. Хлопцы и девчаты з розных худков региона приезжали на отбор у Петриков Жлобин и Брагин. А пошлия махчимы страпить улик финалистов кастингу Гомели. Организаторы кажуть, что некоторые районы навод проводили внутренние отборы сирот претендентов еще до встречи с профессийным жюри. Мы решили внести немножечко свежие нотки и провести этот конкурс совместно с парнями и девушками. Это будет интересно, это будет по-новому. Изюминкой этого конкурса будет то, что каждому участнику необходимо будет подготовить небольшое видео, то такой рекламный ролик какого-то уголка своей малой родины, о котором никто не знает. То есть, таким образом, интересно пригласить гостей приехать в тот самый уголочек. Одинное строгое потребование до удельников у взрослого обмежения от 18 до 30 годов. Были рекомендации до росту высшей за 170 сантиметров. Головная задача – найти харизматичных, творших у Сибакова развитых людей, которые могут ярко презентовать от себя, стиль некоторых конкурсантов сразу притягивал увагу журы. Вот именно усы меняет. Это все-таки классно, но необычно, скажем так. Мне нравится эстетика старых времен, когда джентльмены ходили с усами, очками и аккуратными прическами. И я, наверное, придерживался чего-то подобного. Большая из тех, кто пришел на кастинг – это студенты. Хтости неуперший раз примал удел у подобных споборностей, инше лид стремливает свои эмоции. Непередаваемые эмоции. Вообще очень переживал на самом деле, но ничего страшного там нет. Что спрашивали? Спрашивали, откуда он. Я сама рассказала, откуда вы. Я чем увлекаюсь. Спросили, не расстроюсь ли я, если, например, я проиграю. И достойны ли у меня конкурентки. Я участвовал в конкурсе мистер Спартак два года подряд и участвовал в конкурсе мистер Гомель тоже два года подряд 2017-2018 год. Мне просто интересно что-то другое еще попробовать, чтобы не было все однообразным. Почему научился раньше в конкурсах? Чего ты ваше делусь? Быть более смелым на сцене, как бы не сняться людей, но жду просто хорошие эмоции себе. Традиционно больше активными удельниками кастинга устали девчины. Их на отбор пришло каля 50-ти. За звание мистера вырошили позмагаться 20 хлопцев. В финал трапить по 12 представников. Заключное шоу пройдет 30-го саковика у областным громадско-культурным центры. Познаймиться ближе с финалистами и поглядеть их аутарские видеоролики про малую родиму можно будет в выпусках программы «Добрый вечер, Гомель» на телеканале Беларусь-Шатыры. Ганна Коральчук, Алексей Немкевич, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель». Под небом блокитным выстава живопису гомельского мастака и архитектора Вольги Капачовой открылась у Центральной городской библиотеки им. Герцена. Амаль 40 работ выполнены в жанре городского пейзажа. На их вядомые места и помники архитектуры Беларуси. Большость присвечена народному городу. Не засталась без уваги и архитектура Санкт-Петербурга, Йерусалима и Амстердама. Акварельные работы одрозниваются прыгажостью фарбов и легкостью, насыщенными эмоциями. Из каждой поездки хочется что-то подчеркнуть. Еще не освещенная оказалась Грузия. То есть в каждом уголке разных стран есть свои очень красивые места, которые хочется показать, рассказать, но это красота, которая тебя настолько поражает и ты понимаешь, как человек уничтожен перед красотой и величием природы. И вся эта выставка это только маленькая капля того, что я увидела, того, что я хотела рассказать и показать. Особливой уваги заслуговывают картины на морскую тематику. Это написанные аллеем работы корабли, яскравый горизонт и морская стихия. Крынают и простые сельские замалевки. Многие из картин были означены на международных и республиканских конкурсах. Соправдное черевництво музыки. Святочный концерт «Калядные состречи» пройшел у камерной зале Палаца культуры чугуночников. Камерный хор и оркестр Гомельской областной филармонии, а так само солистка Вольга Кузьменко подрихтовали для гостей лепшей композиции духовной классической и современной музыки. Творы Штрауса, Шопена, Вивальди и Моцарта учали ухоровым, инструментальным и сольным выполнением. Сюрпризом для Сухачоу стала вядомая композиция «Авы Мария». Дякуючи супроводжению армянского дудука Андрея Глазенкова, она набыла усходний колорит. Артысты подарили гостям амальтры годзины якосной музыки. Самой грандиозной часткой стало заключное сумесное выступление хору и оркестра под керовництвом заслуженного дейча культуры Республики Беларусь Олены Соколовой. Это традиционный концерт, который каждый год проходит в этом прекрасном зале и его сегодня исполнять будет не только лауреат международных конкурсов, камерный хор, филармонии, но еще и камерный оркестр. Сегодня прозвучат произведения, конечно же, классические. Это и духовная музыка, это калятки и русские, и украинские, и белорусские. Это оперные хоры, это произведения, которые мы будем исполнять вместе с оркестром, которые мы очень с удовольствием всегда любим исполнять. Этот концертный сезон для коллектива камерного хора пройдет под знаком 30-ти год для творчей деятельности его мастацкого керовника и головного дирижера Олены Соколовой. Это и и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.com.ru На этом выпуск завершенный. Спасибо за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 59-летнего таксиста с признаками насильственной смерти. По подозрению о совершении преступления сотрудниками милиции задержан 25-летний житель города Калинковичи. 19 января в лесном массиве на окраине райцентра произошло возгорание автомобиля такси. Тревожные звонки стали поступать от местных жителей. Пока бойцы МЧС ликвидировали пожар, сотрудники милиции предпринимали попытки созвониться с водителем, но телефон молчал. Информация о последнем вызове такси вела в деревню Гулевичи, где, проведя обход милиционеры на пустыре обнаружили тело водителя. В ходе оперативно-разных мероприятий было задержано лицо, подозреваемое в совершении данной злодеяния. Это житель Калинковича, не работающий 1993 года рождения. Ранее не судимый, вместе с тем он привлекался неоднократно за совершение административных правонарушений. Для эффективного расследования уголовного отдела создана следственная группа из числа сотрудников Калинковичского райотдела милиции и следственного управления войска по Гомельской области, а также экспертов Госкомитета судебных экспертиз. Подробности этого резонансного дела смотрите в нашей итоговой программе в пятницу 25 января. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. За исключением ребенка из Рогачева, находившегося в салоне автомобиля при столкновении с другим авто, все пострадавшие пешеходы, которые переходили проезжую часть или двигались вдоль обочины. В Мозырском районе произошел наезд на 57-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А в Гомеле 79-летняя женщина пострадала из-за того, что пересекала дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. С телесными повреждениями различной степени тяжести она была госпитализирована. Среди пострадавших также девочки-близняшки, которые оказались под колесами авто на улице Советской областного центра. По предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда» выехал на запрещающийся сигнал светофора. В результате чего совершил наезд на двух 13-летних девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия девочки были доставлены в больницу с травмами. В Светлогорском районе 38-летний водитель, управляя автомобилем «Вольксваген Пассад», совершил наезд на 50-летнего пешехода, который находился на полосе движения без световозвращающих элементов. В результате наезда пешеходополученных травм скончался в больнице. По всем фактам ДТП проводятся проверки. В пятницу в одной из девятиэтажек Мозыря на бульваре юности произошел взрыв газа. Ударной волной в жилой квартире выбило стекла. По прибытии спасателей было установлено, что хозяин квартиры с помощью ручной газовой горелки и переносного газового баллона обрабатывал на балконе тушку птицы. В процессе работы он почувствовал запах газа и для устранения утечки занес баллон с горелкой на кухню. Там они простояли какое-то время, а после в помещение зашла жена. Она включила на кухне свет и пары газа воспламенились. Произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате хлопка были выбиты стекла четырех оконных проемов. Видимых повреждений несущих конструкций дома не обнаружено. Эвакуация жильцов не проводилась. Хозяйка и хозяин квартиры тоже не пострадали. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская и женская команда гонбольного клуба Гомель провели домашние поединки. Подопечные Сергея Цыганкова встречались с БГК имени Мешкова. На равных с чемпионом гомельчане сражались только в первом тайме. К перерыву прежняя команда выигрывала всего два мяча. В оставшиеся полчаса мешковцы статус фаворита материализовали в цифры на табло. 43-28 в пользу дружины Манула Каденоса к финальной сирене. Женская команда гонбольного клуба Гомель записала в свой актив еще одну победу. В ворота Березины подопечные Тома же Чаттер отгрузили 43 гола. Самые результативные Анна Редька, Кристина Охраменко и Наталья Котина по шесть точных бросков. Гомельские голкиперы капитулировали перед атаками соперниц 21 раз. Таким образом, гомельчанки реабилитировались за неуверенную игру с Берестием в предыдущем туре. Сейчас, конечно же, все мысли гонболисток не о внутреннем чемпионате. 2-3 февраля Гомель дома проведет матчи 1-8 финала Кубка вызова ЕГФ против хорватской Коки. Команда готовится к еврокубковым баталиям. 23 и 30 января спарринг-партнерами гомельчанок будут гонболистки Витебчанки и БНТУ-2. Эти матчи пройдут в рамках чемпионата страны. На первой игре были немножко скованы. И, может быть, были моменты, которые у нас не получались. Буквально за три дня мы это все переварили. И сегодня значительно лучше играли. И девочки молодцы, старались. Да, были опять какие-то моменты, но уже лучше, чем в первой игре. И постепенно этими играми мы готовимся ко второму, к третьему числу. Я думаю, подойдем в оптимальной форме. Уже хочется сыграть такие игры серьезные, потому что в нашем чемпионате их не так уж много. И очень хочется уже. И все девочки уже готовы. В мужском чемпионате Беларуси по волейболу сыграны очередные поединки. Гомельская энергия принимала у себя столичный строитель. Самым напряженным выдался первый поединок. Соперники растянули встречу на максимальные пять сетов. Тайбрейк получился под стать матчу. Команда разделила всего два очка. К сожалению, для гомельской торсиды сильнее были минчане. На следующий день строитель оформил победу в трех сетах. К чести энергетиков нервы минчанам они потрепали порядком. Очередной эпизод Полесского дерби. Завтра в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге встретятся Металлург и Гомель. Поединок пройдет на льду Столиваров. Начало в 19.00. Матч обещает быть зрелищным. Обе дружины соскучились по победам. Металлург не побеждает с 5 января. Рыси с 6. Принципиальный соперник, как говорится, Полесское дерби. Где-то сейчас чуть-чуть не до комплект. У нас получается 5 человек на травме. Ну, ничего страшного. Будем выходить, сражаться. Будет предоставлен шанс более молодым ребятам. Пускай доказывают, бьются, работают. Чемпионат области по легкой атлетике в закрытом помещении прошел в Гомеле. В нем участвовали спортсмены с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. На турнире выступали и лидеры сборной области Александр Маистренко, Кирилл Войтик и Роман Гралько. Атлеты соревновались в беге на 60, 200, 400 и 800 метров в прыжках в высоту и длинном толкании ядра и тройном прыжке. Данные соревнования являются, ну, в этом году первыми у нас вообще в календаре стоят. И они являются отборочными для спортсменов-инвалидов по слуху. Будет формироваться команда с Гомельской области сборной для участия в чемпионате республики. А там будет проходить отбор для участия в чемпионате мира среди закрытых помещениях, которые будут проходить в Сталине, Эстонии в марте месяце. Для спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата значит, это тоже контрольный старт. Они должны будут показать свои высокие результаты. Далее будет у них чемпионат республики. Если они подтвердят свои результаты, которые сейчас показывают, то надеемся на их участие в включении в сборную и участие в международных соревнованиях. Третье место на турнире занял объединенный коллектив физической культуры. Серебро завоевала дружина машиностроительного колледжа. Победила сборная средней школы номер 70. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова